Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина думает о вас? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Вы себя, знаете, очень четко идет информация, что вы себя в чем-то ограничиваете. Это может быть абсолютно по-разному, проигрываться у каждого по-своему. Кто-то себя ограничивает от каких-то развлечений, нет настроения. Кто-то ограничивает себя от общения с женщинами, потому что либо настроение плохое, либо же еще не забыли вашу прежнюю женщину. Ну, то есть, не хочется. Ну, то есть, вы себя как будто вот в чем-то ограничиваете. Это может быть, знаете, вот добровольное такое вот, ну, отшельничество, назовем так, да. То есть, дом-работа, когда особо ни с кем не хочется не общаться, ничего. Вот вы себя как под колпак так подсадили. Ну, я утрирую, конечно. Ну, то есть, настроения особо у вас нет. Хотя вы можете много чего себе позволить. У вас, в принципе, есть и деньги, у вас есть все то, что необходимо для жизни. Вы не бедный человек, вы финансово не страдаете. Но вот единственное, что у вас как-то вот, ну, нет особого настроения не веселиться, не развлекаться. Даже может проигрываться, что с друзьями, приятелями особо вы не хотите общаться, потому что грустно, печально. Плюс еще проигрывается, что у вас остались вот какие-то страхи и комплексы. Давайте уточним по поводу, чего эти страхи. Вот как будто вы постоянно... Ну, конечно, да. У вас остался, вот после женщины вашей, у вас остался страх перед будущими отношениями. Страх, что снова вас будут обманывать. Страх, что будут вами манипулировать, использовать, да. Вот ради денег, либо еще ради каких-то корыстных целей. Кому-то, может быть, квартира нужна будет. Вот у вас есть некий страх, поэтому еще, может быть, вы даже особо не торопитесь вступать в новые отношения. Может проигрываться... Вот у вас есть определенное количество друзей, да. Там у кого-то один друг самый близкий, у кого-то два-три. Ну, вот максимум, с кем вы встречаетесь. Особо я не вижу у вас каких-то тусовок-гулянок, да. Вот, ну, не тот настрой у вас. Личная жизнь у вас сейчас тоже на паузе, вот на нуле. Состояние абсолютно вот упадническое. Ну, вот упадническое. Но, опять же, вот у нас появляется на горизонте некоторая женщина. Давайте-ка посмотрим, что за женщина пришла к нам на расклад, да, которая думает о вас. Та, скорее, будет блондинка, либо же светловолосая женщина. Моложе вас рост, рост там, говорю. Моложе вас возраста. Причем, знаете, вот вы с ней пересекаетесь как-то. Это такое легкое дружеское общение бывает периодически, но вам с ней вот комфортно. Вы ее никогда не рассматривали как женщину, там, для любви, для интима или еще для чего-то. Но вам вот общаться комфортно. Может даже быть, что вы для себя вот когда-то отмечали, что вот интересная такая приятная девушка, душевная. Ну, вот в таком стиле. Девушка очень романтичная такая, очень наивная даже в чем-то, ранимая. Вот с ней вы периодически общаетесь, да, но вот она больше к вам настроена, ну, не как к другу. Вот эта девушка, она вам симпатизирует. Она больше вот нацелена на то, чтобы, ну, как бы она не против зароманить с вами. Другое дело, что она пока не решается ничего делать. Так, давайте-ка посмотрим, все-таки уточним, на что же именно нацелена эта девушка. Так, вот ей хочется кардинальных перемен. Ей тоже настолько с вами комфортно, классно общаться, вот когда вы с ней пересекаетесь, да. Но она не решается, потому что она думает, вот что вы ее прогоните, ну, в том смысле, что не захотите с ней сближаться, не захотите серьезных отношений. Хотя она бы хотела вот ваше такое вот легкое, дружеское, либо же это может проигрываться по работе даже. Может быть, это чисто рабочие отношения, но эта девушка на вас как бы запала. Поэтому делайте такой своего рода анализ, да, вот с кем вы общаетесь, с кем вы пересекаетесь. И, может быть, стоит сделать шаг к этой девушке, потому что она довольно неплохая. Так, давайте-ка спросим, еще уточним. Уточним все-таки вот ваши отношения, да. Вот вы пересекаетесь, но вот как вы относитесь к этой девушке? Вот вы общаетесь хорошо, даже если это по работе, либо по-соседски, либо еще как. Вот как вы к ней вообще относитесь на сегодняшний день, да. Вот как вы ее воспринимаете? Вот вы видите, вот даже сейчас вот я уточняю, и не падает, что вы кого-то вот на данный момент рассматриваете как любимую женщину, как партнершу даже. Потому что у вас кардинальные перемены в жизни произошли. И вот этот разрыв, который стал вашим таким до сих пор отголоском, да, после которого осадок остался, вот вы больше в мужском кругу общаетесь. Вы ее не рассматриваете, даже как какую-то там, ну, временную, да, для интима времен, нет. Да, иногда вы так могли отметить, как я уже сказала про себя, что вот симпатичная девушка, приятная. Но это абсолютно без задней мысли, абсолютно без подтекста, что вы там что-то планируете. Хорошо, давайте-ка посмотрим, что же будет дальше. Дальше вот, если вы не очень-то готовы, что же будет дальше? Будет ли она какие-то шаги предпринимать, сделает ли она в вашу сторону, может быть, первый шаг, проявит ли она инициативу именно для сближения, как с мужчиной с вами. Будет ли она что-то делать? Она, смотрите, она какой-то период, она подождет, она видит, что вам плохо. Ну, как я уже говорила, в принципе, у любого человека просто на лице написано, в каком он состоянии, в каком настроении. То есть у вас написано, да, вот, вот это вот грусть, ваша печаль, ваши какие-то переживания. Да, можно улыбаться, человек может улыбаться, это может быть и смех сквозь слёзы, но это будет чувствоваться. Окружающие всё равно чувствуют, что вам плохо, что вы не настроены на какие-то вот романтические отношения, на знакомства. Это всё просчитывается, ну, прочувствуется. И женщины это на каком-то даже, наверное, энергетическом уровне, они это всё очень чётко чувствуют. Поэтому, смотрите, она какой-то период, она выждет, пока вы успокоитесь. Она так и будет с вами вот общаться, но больше по-дружески, да, обо всём и ни о чём. Это могут быть разговоры о жизни и про отношения, но абсолютно без намёка какого-то на сближение. Это будет какой-то период, у каждого он будет по-разному проигрываться. Мы помним, что расклад общий. В любом случае, да, ваши отношения с ней. Большая вероятность, что вы придёте именно к отношениям, да, у нас карта любви падает. То есть вы можете дойти до любви, если же, давайте уточним. Вот мне прямо интересно, что вам нельзя делать, чтобы вы её не спугнули. Не спугнули. Вот знаете, при разговорах с этой девушкой, да, вот вы можете как бы общаться, говорить, что вам там грустно, печально. Вы можете делиться и о своих каких-то прошлых отношениях, но ни в коем случае не говорите ей, что вы, допустим, разуверились в женщинах, что вы не доверяете больше, что вы не хотите отношений. Ну, то есть вот в таком духе ни в коем случае не нужно ничего и говорить, потому что, ну, вы просто вот эту вот вашу потенциальную будущую, может быть, даже и жену кого-то, вы можете, ну, отшить, так сказать, да, вот сразу. Ещё даже не успело ничего ещё начаться, а вы можете своими какими-то вот этими негативными мыслями, да, пусть даже это пока в дружеском общении, но не нужно никогда говорить женщине, что вот меня там предала бывшая, я теперь никому не верю, все женщины такие сякие, да, все корыстные, ну, то есть в таком духе ни в коем случае вообще не нужно с новыми женщинами разговаривать, потому что, ну, все абсолютно разные. И вы можете реально обидеть и спугнуть вот эту вот новую. Девушка очень неплохая. То, что я вижу по раскладу, она и справедливая, она и порядочная, она и такая вот душевная, сердечная, очень хорошая. Причём, смотрите, она нравится мужчинам, она такая вот и ухоженная, она привлекательная. То есть если вы будете вот какие-то вот негативные мысли, вот ей говорить постоянно, отшивать как-то культурно, то её просто уведут, потому что она мужчинам нравится. Пока она нацелена на вас, да, какой-то период она выждет, пока вы так успокоитесь, да, вот ваша грусть печалью ляжется, она подождёт. Но главное, чтобы вот вы ничего такого не сказали, чтобы не обидеть её и не отпугнуть. Итак, что же может быть у вас? Да, вот у вас период сомнений ещё будет, период колебаний, да, вот выехать. Ну, у вас однозначно, у вас может быть с ней любовь, да, но главное вот не спугнуть. Вот именно с этой девушкой у вас, знаете, вот такая вот стоит очень серьёзная стезя, да, стезя именно новых отношений, но с человеком, который вам предназначен судьбой. Вот вам её послали просто свыше. Если вы её не отпугнёте ничем, вот никакими своими высказываниями в адрес женщин, у вас всё получится, и у вас будет большая чистая взаимная любовь, о которой, в общем-то, многие мечтают. Опять же, давайте-ка уточним. Вот хорошо, вот мне даже самой интересно, что она будет делать. Вот подождёт она какой-то период, да, что потом она будет делать. Да, она нацелена, посмотрите, она нацелена на серьёзные отношения, она будет ждать, пока вам плохо. Вы видите, это дорогого стоит. Но если вы её отпугнёте, она уйдёт. Вот главное сейчас, вот она судьбоносная у вас. Посмотрите, у вас, в принципе, с ней выпали потрясающие карты. Она подождёт, она сделает первый шаг на сближение, да. Она будет ждать вас. Я уже 10 раз повторила. Ребят, услышьте меня. Нет, пугните эту классную девчонку, вот которая у вас должна нарисоваться, да. Вернее, вы её уже знаете, но здесь уже у вас будет сближение с ней, плюс семья, любовь. Да, у нас потрясающие карты выпадают, потому что, ну, далеко даже не каждая женщина будет сидеть и ждать, пока там мужчина успокоится, пока у него страсти поулягутся. Другая плюнет, скажет, да пойду другого искать, почему я должна его ждать, да. Мало ли, что ему стрельнет. А это нет. Вот она думает о вас, потому что вот вы в её глазах, вы вот вселяете, почему-то, знаете, несмотря на вашу грусть, печаль, тоску, она чувствует, что вы, мужчина, очень серьёзный и надёжный, а это для женщин очень важно. И она хочет всё-таки попробовать с вами сойтись, попробовать. Она думает о вас. Она мечтает об отношениях с вами, но немного она вот не решается, она боится, что вы её отошьёте, потому что не готовы. Поэтому смотрите, всё в ваших руках. У вас будет потрясающая девушка, главное, не спугните её. И всё у вас будет хорошо. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok